Всем привет! Смотрите, как восстановить данные Synology Hybrid RAID 2 уровня на устройстве DS1621+. Как мигрировать Synology Hybrid RAID на Hybrid RAID 2 и что делать, если миграция завершилась ошибкой, RAID-массив разрушен или недоступен? Сетевые устройства от Synology для организации хранилища предлагают собственную технологию Synology Hybrid RAID. Synology Hybrid RAID – это технология, разработанная для предотвращения потери дискового пространства при установке в нас диска в разной емкости. Вкратце, эта технология позволяет использовать все или практически все доступное дисковое пространство, обеспечивая безопасное хранение данных с избыточностью. Предположим, что в Synology NAS установлено 4 диска 2 по 1 ТБ и 2 по 2 ТБ. В этом случае NAS создает классический RAID 5, используя дисковое пространство 4 по 1 ТБ. Для классического RAID 5 часть накопителя 2 по 1 ТБ останутся неиспользуемым в пространстве. В случае гибридного RAID эти части будут встроены в зеркальный RAID 1. Далее эти два массива будут автоматически объединены в одно хранилище. Таким образом, вместо 4 ТБ классического RAID 5 NAS будет предоставлять 6 ТБ дискового пространства, но с надежным резервированием одного диска для защиты данных в случае отказа одного накопителя. Что касается надежности хранения данных, гибридный RAID не может обеспечить 100% защиту, как и классический дисковый массив. Поскольку гибридный RAID использует классический RAID, проблемы потери данных остаются прежними. Выходы из строя накопителей больше чем позволяют избыточность, повреждение метаданных конфигурации RAID, неправильная настройка, выходы из строя нас хранилища и т.д. Восстановление данных с гибридного RAID усложнено тем, что объединяются два уровня массива в один. При одинаковой емкости накопителей гибридный RAID имеет вид классического, данные которого можно восстановить с помощью любого программного обеспечения для восстановления с RAID. Если диски разного объема, гибридное построение объединяет несколько уровней RAID в один. Для восстановления нужна программа, которая правильно определит все смещения, соберет массив и позволит достать данные. Далее в видео мы рассмотрим, как восстановить данные с гибридного RAID второго уровня. Для общего понимания гибридного RAID давайте рассмотрим, как создать его на данном типе устройства. При первичной настройке сетевого хранилища система предложит создать пул и том для хранения данных. Кликните по кнопке «Пуск». На следующем шаге нужно выбрать тип RAID. Здесь выбираем нужный. Нам нужен гибридный RAID. Как видите, здесь доступно несколько типов гибридного RAID первого и второго уровня. Synology Hybrid RAID – это аналог классического RAID 5 с избыточным одним диском. Synology Hybrid RAID 2 – аналог RAID 6 с избыточностью на двух дисках. Я выберу первый уровень, так как далее мы рассмотрим, как сделать миграцию с этого типа на гибридный RAID второго уровня. Далее. Затем отметьте диски, из которых будет состоять будущий массив. Далее. Укажите объем. Выберите файловую систему. И в завершении – применить. В результате вы увидите окно с предупреждением о том, что все данные на дисках будут удалены. Нажмите ОК для подтверждения. После начнется процесс построения и оптимизации массива в фоновом режиме. По окончанию вы сможете создать общедоступную сетевую папку и залить на диски данные. Для миграции Synology Hybrid RAID на Synology Hybrid RAID 2 вам нужно в общей сумме как минимум 4 диска. Если массив состоит из трех дисков, добавьте еще один, а желательно два, так как это ускорит процесс перестроения. Чтобы перестроить массив, откройте меню DSM, Диспетчер хранения. Здесь перейдите в раздел Хранилище. Кликните по трем точкам. Изменения типа RAID. Выберите Synology Hybrid RAID 2. Далее. Добавьте диски. Система предлагает выбрать не менее двух дисков, чтобы сократить время перестроения. При выборе одного диска понадобится намного больше времени. Система выведет окно с предупреждением о том, что в результате будут удалены данные на добавленном диске. Информация с накопителей, уже состоящих в RAID, не удаляется. ОК. После начнется инициализация диска и перестроение массива. В результате мы получим Synology Hybrid RAID с защитой данных для отказоустойчивости двух дисков. Как я уже говорил в начале видео, RAID не обеспечивает стопроцентной защиты от потери данных. Выход из строя оборудования, деградация, сбой, неправильная настройка Synology RAID – это критическая ситуация, которая может привести к потере данных. Если вовремя предпринять правильное решение, вы сможете восстановить данные с поврежденного RAID. Программа для восстановления данных с RAID, Headman RAID Recovery, в автоматическом режиме соберет из дисков разрушенный RAID, и вы сможете достать из него важные данные. Утилита поддерживает большинство файловых систем и все популярные типы RAID, включая Synology Hybrid RAID. Для начала процесса восстановления, вы должны извлечь накопители из нас и подключить к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. В том случае, если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь специальными переходниками и разветвителями. Примеры вы можете видеть сейчас на экране. При извлечении дисков из нас не забудьте их пронумеровать, чтобы не перепутать при повторном подключении. Также вам понадобится место для сохранения информации равного объему восстанавливаемых данных. При подключении накопителей к ПК, система может предложить их инициализировать или отформатировать для дальнейшего использования. Ни в коем случае не соглашайтесь. В результате вы можете полностью потерять оставшуюся информацию на дисках, или процесс восстановления будет затруднен. Как видите, RAID собран из четырех дисков, разных по объему. И программа без труда определила его параметры и распознала файловую систему. Программа собрала разрушенный гибридный RAID даже без одного накопителя. Для того, чтобы вернуть файлы, запустите анализ дисков. Кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». На следующем шаге нужно выбрать тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. В случае выхода из строя сетевого хранилища и программа верно собрала RAID, достаточно будет быстрого сканирования. По завершению сканирования откройте папку, где лежали файлы, которые нужно вернуть. Содержимое всех файлов можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Включай видео и документы. Отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Укажите место, куда сохранить данные, диск, папку и нажмите еще раз «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанной папке. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти нужных данных, запустите полный анализ. Вернитесь в главное окно программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. И укажите файловую систему. Отметку поиска по содержимому файлов для начала можно снять. Это ускорит анализ. Далее остается «Восстановить файлы». Для безопасности использования поврежденных накопителей в программе реализована функция анализа образов диска. Это уменьшит нагрузку на диски и позволит продлить работу поврежденных накопителей. Сервис. Сохранить диск. Итак, мы разобрали, чем отличается Synology Hybrid Rate от классического избыточного массива и в чем заключается сложность его восстановления. Своевременное и правильное действие позволит вам вернуть утерянные данные. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok